Хей! Всем привет! Начинаю свой новый влог, и сегодня по плану у меня пойти проведать новый салон в нашем городе X-Beauty. Это салон Ханны, певицы жены директора Blackstar Пашу. Салон находится в Чебоксарах, в моем родном городе, точно так же и как в родном городе Ханны. Для меня в последнее время реально проблема найти салон, в котором маникюр будет идеальным. Посмотрим, как все там устроено. Беру вас с собой. Увидимся там! Очень красивая форма. Лампа. Лампа. Маленьки. Лампа. О. Кстати, сейчас смотрю очень клёвый сериал, называется «Власть». Реально советую всем к просмотру, очень захватывает. Толстовка, но очень мягкая и стоит всего 1600. Толстовка – огонь, я по-любому её беру. Я решил убить спиртчонок. И красный… Что это? Капюшон. Капюшон. Я забыла название. Толстовку красную, Таня. И решила взять красный пустовок. Хотите из жарского отдела, подойдите, пожалуйста. Капюшон. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это моё самое любимое место. Скорее. Хочется теперь такую же ещё карандаш найти. Ну всё, берём. И получилась под цвет сонка. Я умираю, хочу купить. Надо срочно купить воду. Ещё здесь очень жалко. И вот моя сегодняшняя добыча. Мне срочно нужна вода. У меня так пересохла во рту, что уже язык заплетается. Я обожаю пломбир чистая линия. Здесь нет пальмовых масел. Это самый огромный плюс. И обожаемый Ван Пик. Оно просто нереально вкусно. Особенно термисун. Пока я сижу тут монтирую для вас влог, хотела показать вам, чем я заменяю сладости. Это вот такое вот печенье Бомбар. Здесь в составе 25% протеина. И что самое главное, приоритетное в выборе сладостей, это то, что здесь нет пальмовых масел. Почитайте о вреде пальмовых масел в интернете. Я исключила все продукты с содержанием этого масла. И ещё тут нет сахара. А здесь в кружке у меня чай Райбос, Райбис. Я не помню, как его там правильно. А это пакетик с Алиэкспресса. Просто кладу туда чай и завариваю. Но вместо сахара я использую сахар зам от Fitparad. У него здесь удобные пакетики. За меня примерно чайную ложку. Я вам клянусь, что это самый схожий на сахар сахарзаменитель. Решила с вами немного поболтать, пока я тут крашусь. Итак, девчонки. Секрет отличного настроения. Просто идёшь и что-то себе покупаешь. Серьёзно. В прошлый раз, когда у меня было просто отвратительное настроение, я понятия не имею, с чем это было связано. Знаете, такой камень стоял на душе. Но у меня было такое ощущение, что я хочу купить книгу. Понятия не имею, какую, о чём. Но я просто хочу купить книгу. То ли я хотела получить новые знания, то ли... не знаю. В общем, в этот же вечер я пошла в читай город и купила себе книгу. Вот эта книга. Читаем парки. Дизайн человека. Может, кто-то из вас читал? Я, кстати, так её до сих пор и не дочитала. Но, девочки, когда я купила эту книгу, мне так стало хорошо на душе. Вы просто не представляете. Серьёзно. Мне кажется, я была самым счастливым человеком в тот момент. Кстати, вот на днях у меня было то же самое ощущение. Я пошла и купила себе скраб Калистар. Это не реклама. Мне за это никто не платил. Ну, я была бы не против. Вот так он и выглядит. Там сверху плавает масло. Это оно так соединилось от соли. Этим же вечером я пошла, сделаю себе бьюти процедурки. И опять же таки была самой счастливой девушкой на планете. Всё, я пропахла маслом. И да, я не разбираюсь в астрологии. Хотя я очень хотела бы. У меня даже были попытки на это, но это не увенчалось успехом. Какие-то там натальные карты, третий дом Меркурия, Меркурий в третьем доме. Я не понимаю. Кстати, если среди вас есть хорошие астрологи, то я была бы рада сотрудничать с вами. Вы можете написать мне в директ, в инстаграм. Мы там с вами уже всё решим. Я думаю, это было бы очень клёво. Так как я уверена, что многие девочки в этом заинтересованы. Или хотя бы когда-то там раз в жизни по-любому смотрели гороскопы. Сравнивали там козерог с кем-то или с... Ну, вы поняли. А тут, считайте, натальная карта. Это как бы полностью характеристика вас. Которые исходят от места рождения, времени и так далее. Это было бы очень круто. Я думаю, многим интересно. Я бы поделилась всей информацией с вами в своём инстаграм. Или даже тут на ютубе. Так, о чём бы нам с вами ещё поговорить. А, кстати. Я хотела бы спросить, какое видео мне снять в следующем. Что бы было бы интереснее. Это либо макияж. Либо видео о том, как я избавилась от серьёзных проблем с кожей. С кожей лица, с кожей декольте, спины. Даже такое бывает, да. Я серьёзно несколько лет или 2-3 года вообще не понимала, из-за чего у меня высыпание. Не только на лице, а ещё и на теле. Я думала, я одна с такой проблемой, что мне просто вот так вот повезло. Но оказалось, что у многих такое бывает. Естественно, мы об этом не рассказываем, никому там не показываем. Но такая проблема существует. Так что вот, пишите в комментариях. Хочу вам снять следующее видео. Оттуда уже будем с вами отталкиваться. И что-то ещё хотела у вас спросить. Нравится вам формат вот таких вот видеовлогов? Частичка из моей жизни? Что я делаю? Куда я хожу? Чем занимаюсь? Я вас интересуюсь? Или вы всё-таки любите формат просто тематических видео? Там, не знаю, макияж, как сделать брови или что-то в этом духе? Тоже напишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне важна ваша обратная связь, чтобы я понимала, что вам нравится, что нет. Ну всё, сейчас закончу макияж и побегу по другим делам. Так что спасибо, что посмотрели этот влог до конца. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Целую и обнимаю. Всем пока.